Дорогие друзья, снова мы в телевизоре одновременно и на канале нашего радио FM-107.1. Друзья, дорогие, сегодня у нас в студии Сардана Ильинична Баякова, заведующий сектором арктических исследований, Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, доктор исторических наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, собственно говоря, вы хозяйка Арктики практически в науке. И каким образом у нас сегодня проходят исследования? Ну, мы все знаем, что, ну, как выяснилось, наша страна далеко не лидер вообще в исследовании Арктики, хотя имеет огромную территорию, больше, чем у других стран, арктическое побережье. В общем-то, наша страна всем этим владеет. Но одновременно многие страны и даже не арктического континента, они, в общем-то, увлеклись Арктикой, занялись севером. Ну, я напомню, что, в общем-то, исследования последние, скажем так, прорывные происходили в середине 20 века, да, у нас в стране. И вот в последние годы у нас такой, в общем, интерес какой-то и с точки зрения безопасности наших границ, ну и, в общем-то, с точки зрения такого научного интереса. Скажите, вот ваша область, арктические исследования, она на чем базируется? То есть, чем вы занимаетесь в Арктике? Ну, во-первых, я все-таки позволю себе возразить, что мы отстаем в своих научных исследованиях от зарубежных коллег. Дело в том, что исследования в Арктике и в Антарктике всегда были сильной стороной российской науки. Другое дело, что, начиная с 90-х годов, к сожалению, были закрыты полярные станции, даже вот знаменитая наша станция «Северный полюс». И, кстати, вот 21 мая день полярника как раз связан с тем, что в 1937 году, то есть, в принципе, сейчас нынче круглая дата, впервые была открыта станция «Северный полюс-1». Здесь, безусловно, у нас были прорывные исследования, они продолжались. Но другое дело, что в связи с кризисом в стране, за свертыванием, как я уже сказала, станций, с некоторым таким технологическим отставанием, в том числе и в том, что у нас были отдельные специальные суда научные и так далее. Все это сейчас, конечно, находится в очень плачевном состоянии, в технических отраслях у нас, конечно, сейчас наметилось отставание. Что касается других моментов, теоретических и в том числе гуманитарных, то мы вполне находимся в тренде современных научных исследований в Арктике. Совершенно не отстаем, и наши направления в каких-то даже моментах являются и более, я бы сказала, прорывными. Ну, используя вашу терминологию. Но что касается нас, то как раз гуманитарным аспектам Арктики, то есть о том, как, в общем-то, живут люди в Арктике, вот в последние, наверное, пожалуй, 50 лет действительно уделялось не так много внимания. И наш центр, который был специализированный в начале Центра Арктики, сейчас сектор арктических исследований, он был открыт в начале 2000-х годов. И, кстати, первый такой вот специализированный гуманитарный центр открыт у нас в Республике Саха-Якути, в России, я имею в виду. А в мире такие центры существуют уже где-то порядка, ну, 30-20 лет практически во всех странах, включая, кстати, действительно и неарктические. Ну, у нас в России принята, в общем, стратегия, да, по изучению Арктики снова как бы прорывные такие вещи. Это вот сосредоточились на трёх вещах. Это ЖКХ, это арктических шельф и полярный интеллектуальный сервис. Но, видимо, ваша как бы стезя, это именно как раз-таки вот третья часть, видимо, да? Да, значит, одно из таких современных направлений освоения Арктики — это научное исследование. Сейчас даже есть отдельная научная отрасль, называется экономика знаний. И многие арктические государства, как вы знаете, законсервировали свои природные месторождения, но, тем не менее, они и позиционируют, и развиваются в арктические районы, в том числе, как научные центры, мировые научные центры. Вот в связи с этим в нашей республике тоже планируется создание такого федерального арктического центра в посёлке Тикси. Ну, и одним из таких вот первых шагов стало строительство при помощи правительства Российской Федерации, лично президента Владимира Владимировича Путина, станция на острове Самуиловский. Эта станция, она так принадлежит Институту Мирслотоведения, но, на самом деле, это международная станция, где проводятся уже много лет международные исследования с учёными разных стран по климату, по природным ресурсам, по другим вот каким-то таким вот физическим и так далее явлениям в Арктике. Ну вот смотрите, по ЖКХ, да, вот, в общем-то, у нас, особенно это сейчас очень актуально, потому что оно, вот это хозяйство, оно очень архаично, да, как выяснилось, и люди живут, в общем-то, как веками жили, так и живут, как бы, да, но переместились, может быть, в дома, как говорится, деревянные, а всё остальное, как бы, все удобства на улице. Ну, и отопление, вот та система, которая была принята в Советском Союзе, то есть систематизированная вот эта вот система отопления, да, которая очень затратна, очень неэффективна. В этой области, каким образом вы, вы же выезжаете в свои экспедиции, как когда-то, видимо, воздушным, наземным транспортом, наверное, на лайках ездите от одного стойбища к другому по Арктике, вы всё это видите, всё это наблюдаете. Какие-то вы, ну, скажем так, предложения или что-то такое вот, ну, на основе своих вот наблюдений, своего анализа, рекомендуете, видимо, как-то, да, ну, какие-то сборники, видимо, выпускаете. Ну, то, что вы называете ЖКХ, я бы назвала немножко другим словом. Это понятие, конечно же, то, что мы называем, это качество жизни. Оно, конечно же, включает действительно совершенно разные аспекты. Это действительно жилищное обеспечение, вот то, что вы называете ЖКХ, это система снабжения, транспортные пути и так далее. Здесь, конечно же, основную роль играют другие институты нашего якутского научного центра. Это, прежде всего, институт физико-технических проблем, космофизики и так далее, горного отдела. Они предлагают какие-то технические решения. Что касается нас, то мы здесь, конечно же, выезжая, видим всё то, что вы говорите. Ну, много не соответствует современному уровню. Ну, предлагаю, конечно, да, со своей точки зрения, как улучшить жизнь, качество жизни. Сардан Леонидович, ну давайте мы примем звонок, вот кто-то дозвонился. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Покурский тракт, дачный посёлок. Это Николай спрашивает. Так, Николай. Ну, давайте. Там, Тополинова, это Тампонского, рождение, Тарабукин, Владимир Прокопьевич, доктор, геолога Бенегаличного. Очень-очень много я работаю по исследованию этих природных ресурсов в Африке. Что-нибудь, можете говорить о нём? Это мой знакомый старик, 80 с лишним лет спрашивает из горного района. Спасибо большое. Вы у нас посредник. Спасибо большое. Ну, знаете, вы коснулись той темы, которой мы, в принципе, занимаемся. Мы занимаемся историей научных исследований в Арктике. Конечно же, изучаем и вклад наших выдающихся учёных, которые внесли в развитие Арктики. Но сразу скажу, что вот тот аспект, о котором вы говорите, технически и так далее, вот сейчас у нас есть молодой исследователь Александр Альбертович Сулейманов. Вот в нынешнем проекте он как раз будет заниматься исследованиями, естественно, научными, техническими и так далее, посвящёнными Арктике. И, скорее всего, конечно же, вклад вот этого замечательного профессора Тарабукина будет тоже отражен. — Сардана Ильинична, скажите, пожалуйста, вот вы же доктор исторических наук. У вас в основном связано именно с гуманитарными делами, со всеми, вот то, что вы наблюдаете. Вот на чём сосредоточены сегодня ваши исследования? Вы же участвуете ещё в экспедиции, которая была организована и посвящена по мотивам вот той первой экспедиции комплексной исследований вообще комплексного производительных сил вот у нас в республике? — Спасибо за вопрос. Дело в том, что в этой истории первая комплексная экспедиция, это как раз одна из моих любимых тем, скажем так, дело в том, что сама Якутская экспедиция 1925-30-го годов, первоначально они планировали район своих деятельностей направить на арктический северный район. Но потом по просьбе правительства, ну и лично Максима Кирича-Мосова, вектор вот этих академических исследований был в основном сосредоточен на южной части Якутии. И только в конце работы, где-то начиная с 1927-1928 годов, последние буквально два года, были проведены исследования на севере в Арктике. Ну, в частности, первая российская постоянно действующая полярная станция была открыта на Ляховских островах в ходе работы как раз вот этой вот так называемой Киар-1, собственной Киар. Затем планировалось, начиная с 30-х годов, продолжить работу той экспедиции. И основные направления деятельности как раз и должны были быть сосредоточены на районах севера и Арктики. Но вы знаете, кто интересуется историей, судьбой этой экспедиции. К сожалению, в 30-м году было большое академическое дело, когда большинство было репрессировано. Ну и начиная даже еще во время работы, с 1928 года, многие участники той академической экспедиции 1925-1930 годов тоже были репрессированы и погибли в лагерях. Поэтому вот та нынешняя экспедиция, которую инициировал наш президент Егор Афанайович Парисов, как раз одно из направлений должно было быть, не должно было быть, оно и есть, это проблемы развития изучения Арктики. Потому что, как мы говорили уже в самом начале разговора, очень большой интерес представляют природные ресурсы Арктики, арктический шельф. И там сейчас сосредоточены мировые интересы, в том числе и геополитические. Мы тоже участвуем в этой экспедиции. Но нас интересует то, о чем мы тоже уже говорили, вопросы улучшения качества жизни. Ну скажите, пожалуйста, вот улучшение качества, вопросы. Ну скажите, вот наблюдается отток как раз населения из этих вот наших самых отдаленных населенных пунктов, да, сначала в райцентры, а из райцентра люди перебираются еще куда-то поближе, да, в Центральную Якутию. Вот насколько эти процессы, они как бы активизировались в последнее время? Или, может быть, люди как бы все-таки нашли себе силы, возможности жить, продолжать дальше на, в общем, своей малой родине? К сожалению, эти процессы еще продолжаются. Конечно, они не носят такого просто катастрофического характера, который был в 90-е годы, когда население некоторых арктических районов в разы уменьшилось. Ну, если мы возьмем, допустим, такие районы, как Булунский, Устьянский, там даже в несколько раз. Поэтому, ну, я думаю, что здесь все еще существуют проблемы большие. Ну, дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. Я напомню, 32.0066, 32.11.66, эти вопросы вы можете задать сразу после небольшой рекламы. Никуда не уходите. Ну, а мы продолжим свой разговор, вот наш разговор с нашим ученым. Дорогие друзья, у нас сегодня Сардана Ильинична Баякова в нашей студии. Дорогие друзья, напоминаю наши телефоны в студии. 32.0066, 32.11.66. Вот мы говорим сегодня об исследованиях Арктики именно на сегодня, Институтом гуманитарных исследований. Но есть фундаментальные исследования, конечно же, да, которые были заложены, в общем-то, очень давно, еще в 30-х годах прошлого столетия великими нашими учеными Российской Академии Наук. Но есть еще и прикладного характера исследования, которые, в общем-то, ближе к жизни, скажем так, да, наших северян, нас с вами. Какого рода вот эти экспедиции, насколько часто они проводятся, ну и, собственно говоря, на чем сосредоточены ваши исследования? Ну, понятно, что, конечно, уровень финансирования позволяет нам довольно часто, но мы стараемся в рамках наших грантов, каких-то совместных исследований хотя бы раз в год выезжать в арктические районы, и северные тоже, Якутии. Ну, в основном, конечно же, это связано с разработкой рекомендаций каких-то по улучшению качества жизни, связанное с изучением и вопросами сохранения возрождения национальной культуры коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, мы занимаемся также и традиционным образом жизни, традиционными способами хозяйствования, традиционными системами жизнеобеспечения. Насколько они вообще, скажем так, в условиях глобализации и вот в современных таких условиях технологичных, насколько они устойчивы, насколько у них есть перспективы для выживания. Ну и еще одно очень важное направление – это, конечно же, этнологическая экспертиза, которую мы проводим в местах начинающегося промышленного освоения. Но вот, к сожалению, как мы знаем, что этнологическая экспертиза проводится только тогда, когда уже началось промышленное освоение. А вот на уровне геологоразведки, к сожалению, эту этнологическую экспертизу проводить нельзя. Это вот здесь вот правовой какой-то, ну, как бы неучтённость вот эта вот правовая, или же, в общем-то, с чем это связано? Вы знаете, вы абсолютно правы. Вот как раз мы неоднократно ставили вопрос, что процесс этнологической экспертизы, он должен начинаться с самого начала, вот получения лицензии. Потому что современные геологические исследования, это не то, вот как мы представляем, где-то в столетней давности, что геолог ходит там с рюкзаком, с отбойным молотком, и там периодически что-то там молоточком выстукивает, или там делает небольшой шурфик там и так далее. Современные геологические исследования, это огромный технологический процесс. Одни вот эти, их шурфы такие, бурильные установки, там на несколько километров они продвигаются, и потом очень часто, особенно когда редкоземельный металл и так далее, оттуда вот идёт освоение, очень большой экологический ущерб, прежде всего, даже от этого. И вот, смотрите, многие родовые общины кочевые, да, на своих площадках, вот съезд недавно был, они как раз-таки говорили об этом, о том, что они не разбираются, то есть для них это вот пришли люди, которые занялись вот там разработкой какого-то месторождения, да, им не важно, что они там уже начали, не начали, но во всяком случае они уже там ковыряются, копаются, бурят и прочее, да, естественно, наносят ущерб окружающей среде, и среде в той, в которой они живут. То есть, если они там покопались рядом с рекой, то однозначно с рекой там что-то, видимо, не всё в порядке уже будет, да, через какое-то время, и даже на уровне вот просто разведочных работ. То есть вот этнологическая экспертиза, видимо, она должна быть как-то вот дополнена чем-то, да, видимо? Да, я тоже считаю, что закон об этнологической экспертизе, он должен быть дополнен именно вот в этом аспекте, но тут, видимо, встречается определённо такое лобби, прежде всего, со стороны геологов, ну и многих таких компаний. Вы знаете ещё, что закона на федеральном уровне такого нет. Кстати, вот эта новация, и спасибо нашим депутатам, которые всё-таки приняли этот закон, и этот закон работает хотя бы после, ну, скажем так, когда началась разведка, вернее, после разведки уже начались какие-то работы. Ну, а бывает и так, что разведка разведкой, вот они там всё раскопали, а ничего нет такого, в общем-то, нам показалось, и всё, собрали свои эти бурильные установки и уехали, оставив после себя всё вот это вот разворушенное, и, в общем, нанеся всё равно, в общем-то, ущерб какой-то, да. Скажите, а вот этот ущерб, он как-то оценивается? Вы наверняка занимаетесь оценкой причинённого ущерба. Вы знаете, к сожалению, утверждённая методика, существующая сейчас, она учитывает только ущерб, который, ну, получается, от строительства и эксплуатации только. При этом, вот там методика, которая сейчас существует, она не учитывает многие моменты, хотя бы то, что современные карты землепользования очень изменились, да, какие-то рыночные моменты стоимости. Поэтому зачастую, ну, вот этот ущерб, ну, в силу того, что он вот так вот утверждён, ну, в смысле, такие вот расчёты утверждены на правительственном уровне, это федеральная методика, ну, на наш взгляд, не получают общины и, значит, другие сообщества. Речь идёт о том, что не только община, но и, допустим, национальный наслег или национальный район тоже должен получать за тот ущерб, вследствие которого изымаются олени, пастбище, охотничьи угодья, рыболоведные, какие-то там пески и так далее, в недостаточной мере. И, кроме того, например, такой ущерб, который наказывается на этнокультурное развитие, социально, духовное и так далее, он никак, эта методика, не отчитывается. К сожалению, да, действительно. А вообще, это должно же быть каким-то образом, ну, всё равно оцениваться, какой урон нанесён, как говорится, и культуре, и духовной, и материальной в том числе, да? Ведь те традиционные формы хозяйствования, ведь сейчас много говорят о том, что оленеводство — это очень-очень много проблем, хотя люди занимаются, и, в общем-то, олени — это основа культуры жизни коренных малочисленных народов Севера. В этом плане, скажите, пожалуйста, вот насколько устойчиво, как бы, вот вы же прогнозы какие-то составляете, насколько это всё будет актуально, допустим, через лет 50, через, ну, 100 лет, или как, не знаю, как можно ещё куда посмотреть? Вот, кстати, этот вопрос часто возникает, да, вообще, насколько, допустим, в 21 веке традиционный образ жизни, какие-то традиционные системы хозяйствования, насколько они вообще живучи, нужны ли они, может быть? Ну, вы знаете, здесь, конечно, нужно спросить у этих народов, потому что, допустим, в Эвенке, у них даже есть поговорки, есть олень, есть Эвенка. Вот то, что вы говорите, это, прежде всего, этносообразующие отрасли хозяйства, и поэтому государство поддерживает их и обязаны их поддерживать. С другой стороны, коренные малочисленные народы Севера показали удивительную устойчивость. Они проживают в этих высоких широтах многие-многие тысячелетия жизни. О том, что вымирают, там, Эвены, Эвенки, там, Юкагиры и так далее, писали ещё до революции, но, тем не менее, они выжили, продержались, и, я надеюсь, они будут и дальше жить в этих землях, в холодных землях, которые они обогрели своим дыханием многие-многие тысячелетия тому назад. Ну, то есть, получается, вот, как сказать, ваша вся работа, вот, работа учёных, вас, да, гуманитариев, климатологов, там, институт нефти и газа и так далее, они все как-то, каким-то образом должны вырабатывать какие-то, ну, мероприятия для того, чтобы создать условия, да, для дальнейшего, как бы сказать, нормального, гармоничного сосуществования, ну, скажем так, промышленников и местного коренного населения в Арктике. Потому что, действительно, бросить свои места, ну, это просто кощунственно, да, вот так вот, ну, некоторые вот говорят, ну, что мы мучаемся с этим завозом северным? Давайте мы там четыре тысячи населения одного района, да, переселим куда-нибудь в среднюю, там, полосу, так сказать, нашей России, республики, и всё на этом, и все проблемы, как говорится, будут сняты. На самом деле, это, ну, это просто, это, ну, как, из области какой-то страшной такой вот фантастики. Вы знаете, мы с этим тоже сталкивались, мы проводили и проводим исследования, связанные вот с изменением климата, и, в частности, с тем, как оно влияет на коренные народы. Ну, не секрет, что одним из таких вот негативных проявлений изменения климата является повторяющиеся, где-то начиная с конца 90-х годов, ежегодное наводнение. И вот в связи с этим тоже возникал вопрос, вот, что многие посёлки, которые уходят под воду, вот, что делать вот с этими посёлками населения? И вот, действительно, были такие предложения, они исходили от наших экономистов, чтобы построить для них всех один, там, многоэтажный дом и всех переселить. Пусть люди живут в тепле, в благоустройстве и так далее. И автономно всё это отапливается. Но здесь мы столкнулись с очень негативным, конечно, отношением коренных жителей. Несмотря вот на такие тяжелейшие условия, каждый год они теряют, несут огромные, конечно, убытки, ущерб, хозяйство своих, дома и так далее. Люди не хотят уезжать из земель своих предков. Они связаны не только угодьями какими-то охотничьими, раболовецкими и так далее. Самое главное, как мы проводим соцопросы, прежде всего, они говорят, здесь могила наших предков. Как мы это бросим, как мы уйдём? Мы никогда не покинем свои места, лучше мы погибнем вместе с ними. Поэтому в этой ситуации, конечно же, государство должно придумать другие механизмы, другие рычаги, которые должны вот как-то учитывать вот это отношение. И вот при выработке экономических мер и так далее, всё должно быть продумано. Скажите, пожалуйста, вот демографические какие-то процессы вы наблюдаете? Насколько они сейчас, ну скажем так, имеют ли какие-то положительные там тенденции? Ведь у нас и материнский капитал на уровне России, и наш республиканский маткапитал, потом поддержка многодетных матерей. Это каким-то образом стимулирует, скажем так, вот эти вот процессы демографические? То есть они как-то улучшаются или по вашим наблюдениям? Да, кстати, вот именно после того, как появились вот эти действительно действенные меры государственной поддержки, ситуация улучшилась. Во-первых, практически во всех арктических районах положительный, естественный прирост. Женщины стали рожать. Но другое дело, что вот эти процессы, они ещё вот не перешли в такую качественную стадию, потому что смертность остаётся высокой, особенно среди молодых мужчин. Да, но, в общем, вот эти вот процессы, которые, как бы сказать, связаны, ну и не то, что процессы, а вот ваши исследования, сосредоточенные на арктическом побережье нашей республики, они, в общем-то, имеют свою цель как-то изменить к лучшему жизнь наших северян.